Добрый вечер. В эфире новости из Венгрии и ведущая Мария Лапатто. Коротко о главных событиях дня. Продолжение санкционной политики приведет к трагедии, считают в исследовательском центре основных прав. Директор Иштван Ковач заявил, несмотря на то, что Европа и так находится в жуткой ситуации из-за антироссийских санкций, Урсуна Фордер-Лайен по-прежнему призывает ЕС сохранить эмбарго. Брюссель до сих пор не осознает, что совершил ошибку, когда ввел к санкции против России, подчеркнул директор исследовательского центра. Несколько евродепутатов поддержали Венгрию на пресс-конференции после того, как Европарламент в среду обсудил отчет, осуждающий Венгрию. По словам автора отчета от левых сил, в последние годы ситуация с демократией и основными правами в Венгрии продолжала ухудшаться. По мнению же французских, испанских и австрийских депутатов, доклад лонжный и содержит неприемлемую клевету на Венгрию. В партии Фидес считают, что Европарламент хочет не договориться с Венгрией, а шантажировать ее. Для поддержания мира нужно столько же сил, что и для ведения войны, заявила Каталин Навак в Косово, где она навестила находящихся там на службе венгерских солдат. В прошлом году Венгрия возглавила миссию международных сил для Косово под руководством НАТО. Ее целью является поддержание мира на Западных Балканах. Еще один венгерский военкинный контингент отправится в Ирак для поддержания мира в этой ближневосточной стране. В миссии принимают участие 139 человек. Их проводы прошли в городе Нирадхаза. В истории венгерской армии это первый контингент, значительную часть которого составляют резервисты. В Ираке они, в частности, будут бороться с нелегальной миграцией и терроризмом. По мнению президиума Врачебной палаты Венгрии, новый закон об аборте не противоречит этическому кодексу врачей. Вчера был обнародован указ, согласно которому решение об аборте женщина может принять только после того, как послушает сердцебиение плода. По мнению экспертов, каждая женщина по-прежнему в праве решать, сохранять ей ребенка или нет. По словам представителей Международной общественной организации Citizen Go, если этот указ спасет хотя бы одного ребенка, уже тогда он вынесен не напрасно. И это все на сегодня. Смотрите нас завтра в это же самое время. До свидания и спокойной ночи.